На этом занятии мы постараемся с вами обрисовать контуры такой вот метамодели лидерства. Это метамодель, в общем-то, понятие, которое обозначивает модель, которая описывает структуры, принципы действия всех других моделей. Я начал читать научную литературу, популярную литературу о лидерстве давно. Если, конечно, взять, что первая моя специальность – библеист, новозаветник, то изучение священного писания, как книги книг, является наилучшим пособием в лидерстве. А вот литературу, конкретно связанную с дисциплиной лидерологии, наверное, лет пять назад. И не был особо удовлетворен тем, что передо мной приоткрывает какую-то грань, но при этом утверждает – это все, что тебе нужно знать. И это самое главное. Вот в этом секрет. Упор на формирование видения. Если нет видения, то все, в организации, в команде ничего хорошего не получится. Другая книга говорит – стратегическое планирование, без стратегического плана, без стратегического лидерства успех не добьешься. Другая книга написана через призму такой идеи. Вот если ты сможешь разобраться в себе, в своих эмоциях, в своем психологическом состоянии, и понимаешь эмоции другого человека, все. Практически ухватил ключик к секрету, к успеху. Мне кажется, постепенно я вышел в такую плоскость, когда мне хотелось знакомиться с людьми, которые размышляют категориями открытыми, целостными, которые дают пространство мыслить и мировоззренчески достаточно широко, но и, что касается научной школы, которая старалась бы быть такой целостной и многосложной. Я познакомился с книгой профессора Роджера Гилла, его первым изданием его книги в 2006 году. И видел, что общая книга переиздается в 2007, 2008, 2009, 2010 году, а в 2011 году вышло второе издание. Профессор Роджер Гилл из Даромского университета, Великобритания, долгие годы возглавлял компанию консалтинговую, работал в США, работал в Сингапуре, в Великобритании, преподавал в различных бизнес-школах. И основал в Великобритании два научных исследовательских института в сфере лидерологии. И, конечно, преподавал в различных программах, где курсы, да и в общем-то специальность по лидерству управления была фокусом внимания. В конце своей карьеры, активной такой научной, он в общем-то постарался осмыслить грани тех представлений о лидерстве, известные в литературе. Известные ему, потому что он активно участвовал в научных конференциях, в различных сообществах. И когда я читал его книгу, я в общем-то видел, что, слушай, он дает мне перспективу того, что я раньше видел фрагментарно. А он каким-то образом смог создать модель, которая учитывает особенности, ну, какие-то полезные нюансы, которые дает практически та или иная теория и очень взвешенно, и очень взвешенно оценивает. И сегодня я хотел бы вас познакомить с метамоделью, основанной на полномасштабном обзоре научной литературы, посвященной теории и практике лидерства, и автором вот этой метамодели является профессор Роджер Гилл. Совсем недавно он преподавал в Санкт-Петербургском христианском университете, читал курс. И в объяснении его модели, я, конечно, буду комментировать и свои представления, но мне кажется, он смог очень хорошо синтезировать все те научные знания, теоретические знания, и смог их прочувствовать как практик. Я, читая и знакомясь с его моделью, воспринимаю многие вещи через призму своей деятельности и своей практики. Мне кажется, он все уловил и смог изложить в достаточно простой, на мой взгляд, понятной, объективной и полезной модели. Иными словами, он говорит, что лидерство – это шесть ключевых тем и практик. Шесть. Первое – видение, куда идем. Указать путь к изменениям, в будущее, к новым свершениям. Видение – мечта. Второе – а ради чего, ответ очень важный, осмысление миссии. Третье – ценности, которыми мы руководствуемся, на основе которых все строится, взаимоотношения, взаимодействия, выбор целей, стратегий, ценности. В-четвертых – стратегия. Если мы знаем, что мы хотим достичь, знаем во имя чего, на основании каких ценностей, то четвертый вопрос – а каким путем мы туда придем, какие шаги нужно сделать? Стратегия. Если мы знаем, каким образом двигаться по выбранному нам направлению, то очень важно создать условия, ресурсы, придать силы к тому, чтобы мы могли пройти этим путем. Но и очень важно, чтобы мы это сделали сообща, чтобы было вовлечение. Все. Вот эта модель. Графически ее можно выразить таким образом. Все начинается с видения. Определить и сообщить здравое и мотивирующее видение будущего состояния. Для лидера очень важно. Вторая миссия – определить и напоминать ценную и вдохновляющую миссию и цель, ради чего мы это хотим достичь. В-третьих, наши общие ценности. И лидер, его ответственность – определять, проявлять, провозглашать, стараться поддержать те ценности, на основе которых мы смогли выбрать себе цель и обосновать смысл продвижения к этой цели. Общая ценность. В-четвертых, стратегия. Ответственность лидера – разрабатывать совместно с другими, инициировать разработку, сообщать и внедрять продуманные шаги, достижения той цели, которую мы избрали, чего мы хотим достичь. В-пятых, усиление. Необходимо создать такие условия людям, чтобы они сделали то, что необходимо сделать. И-пятое, последнее, шестое – вовлечение. Оказывать влияние, мотивировать, вдохновлять людей, делать желанием то, что нужно сделать. Вот в этом я вижу такую целостную, простую, разумную, в какой-то мере достаточную модель для того, чтобы можно было сказать. Ну вот теперь понятно, что такое лидерство. Конечно, за всем этим, за всем этим стоят нюансы, которые объясняются различными теоретическими подходами. Но вот на поверхности, еще раз повторюсь, в лидерстве очень важно знать, куда мы хотим прийти. В-третьих, нам очень важно определить и сообщить, а ради чего нам стоит двигаться в этом направлении. В-третьих, нам очень важно определить, сохранять и развивать те ценности, которые помогут нам пройти этим путем. А путь нужно выстроить по определенной стратегии. И нужно создать условия, чтобы люди могли сделать то, что нужно, и вовлечь их так, чтобы они с энтузиазмом делали то, что лидер старается сказать, это необходимо сделать, и при этом ощущали определенное удовлетворение. Так. Ну а теперь поподробнее. Без видения гибнет народ. Так в одном из английских переводов звучит текст из 29 главы книги «Притч». 18 стих. Видение – мечта. Что такое видение? Видение – это идеализированное представление желаемого и достижимого будущего состояния организации и проекта. Когда человек говорит «Хочу построить дом». А какой дом? Ну вот такой. То есть он как-то оценивает, что можно по средствам. Почему хочется? Очень хочу дом. Возможно, да, но придется поработать. Возможно, создать необходимые условия. Хочу построить дом. Хочу открыть предприятие. Хочу вывести предприятие, организацию на новый уровень. Хочу и вижу необходимым основать новую церковь, общину. Хочу сделать это. Или хотим, чтобы было бы правильно. Хотим. Желаем. Профессор Уоррен Беннис, руководитель института лидерологии в Южно-Калифорнийском университете, сказал, что определяющим критерием эффективного лидера является способность сформировать и реализовать видение. Ну, чтобы не осталось просто заявлением. Давайте вот, пускай у нас будет столько-то национальных проектов. Это прекрасно. Или пускай у нас будет столько-то проектов для нашей организации. Способность сформировать и реализовать. Видение – это на самом-то деле движущая сила изменений. Когда есть у людей видение, тогда многие вещи отпадают. Например, они не смотрят на часы. Но когда это вот рабочий день закончится. Они, например, начинают ссориться, если кто-то не пришел. А почему будем начинать, а вот человек не пришел? Это становится вторичной вещью. Движущей силой стоит продвигаться, несмотря ни на что. И вот менять какие-то ситуации, обстановки для того, чтобы достичь и реализовать это видение. И эффективное лидерство гарантирует воплощение этого видения. Вот примеры видения, формулировка идей идеалистического достижимого будущего. Стив Джобс, основатель компании Apple Computers. Он говорил, компьютер в каждый дом. И в действительности это сегодня становится возможным, потому что телефон является уже компактным компьютером. Бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан в 84-м году провозгласил вот такое видение. Сингапур как Швейцария Востока к 1999 году. А Сингапур в действительности стал финансовой столицей Востока к тому времени. А премьер-министр делал все необходимое вместе с своим правительством, командой, для того, чтобы реализовать это видение. Уоррен Беннис, о котором я уже упоминал, сформулировал такую мысль. Действовать без видения – это как бы спотыкаться в темноте. А видение без действий – все равно, что безвкусная поэзия. Ну, как бы звучит красиво, но нужно на деле показать, что можно двигаться в этом направлении. Один из специалистов сформулировал, что видение, лишенное ресурсов, подобно галлюцинации. Это когда есть заявление, что давайте мы построим то-то, сделаем то-то, давайте мы выйдем на другой уровень, и при этом абсолютно не размышляя, есть ли у нас для этого средства. Если кто задумывает дело, должен ли сесть и сначала просчитать, это не означает, что он не должен мечтать, но при этом он должен очень мудро рассчитать ресурсы. Хотя видение всегда граничит с тем, чтобы достичь идеалистическое, что-то такое, к чему нужно потрудиться, чтобы достичь, но тем не менее достижимое. Вот успешная реализация видения подразумевает ясную цель, стратегии, какие-то виды планирования, четкую систему отчетности, ясные задачи, продвижение, измерение показателей успеха и так далее. В принципе, от того провозглашения, определения видения, мечты, к ее достижению, есть целый процесс. Если лидерство, это прежде всего указать путь, то за ним следует и помочь другим, или убедить других следовать по нему. Вот есть какой-то процесс, но все начинается с того, что мы формулируем видение. Великие лидеры те, кто способны выразить видение компании, и объединить и воодушевить своих сотрудников работать над его реализацией. Так сформулировал профессор юриспруденции Гарвардской школы юриспруденции Роджер Фишер. Способен выразить, сформулировать, а потом объединить и воодушевить своих сотрудников работать над реализацией этого видения. В принципе, видение – это мечта что-то осуществить. Вот следующее, что важно в лидерстве, когда сам лидер сможет вместе своим окружением самостоятельно разобраться в смысле достижения этой цели, этой мечты. А ради чего? И теперь в модели Роджера Гилла очень естественно вписывается вопрос о миссии, цели, которую мы достигаем через наше видение. Чувство миссии – это на самом-то деле человеческая потребность. Хотя можно услышать критику в отношении того, что формулировка миссий для организации – ну вот какая-то западная инновация. Зачем это все нам нужно? Но в принципе, если сказать, что организации существуют, не имея осмысленности в своем существовании, то это плохо. Но если есть эта осмысленность, почему бы ее никаким образом не сформулировать? А в чем же смысл, цель нашей организации, нашей деятельности, нашего проекта, нашего учебного заведения, нашей общины, моего предприятия? В чем смысл его? Видение, мечта и миссия, они согласуются друг с другом и в общем-то являются движущей силой. Я знаю, чего я хочу достичь и знаю, ради чего. А вершина является – мы знаем, чего мы хотим достичь, и мы знаем, ради чего. Вот тогда мы вместе продумаем, как реализовать эту миссию, достичь нашей мечты и сообща будем трудиться, прилагать усилия. В принципе, миссия – это смысл, цель совместной деятельности. Вот это основная деловая концепция проекта, коллектива людей, которые трудятся над общим делом. Можно сказать, что при формулировке, разработке миссии нужно учитывать какие-то координаты. Это как бы найти ответ на вопрос, что нужно сделать, что хочется сделать и что мы можем. Для чего существует наша организация, что мы хотим осуществить и что нужно осуществить. Потому что тогда мы не замыкаемся лишь только на себе, но замыкаемся на том, чтобы определить полезность своего проекта, своей деятельности. Миссия компании Google вот так сформулирована – организовать всю имеющуюся в мире информацию, сделав ее доступной и удобной для использования. Для реализации своей миссии они продумывают стратегии и так далее. Компания Boeing всемирно известна. формулировка миссии этой компании звучит так. «Быть на переднем крае развития авиации, быть первопроходцами». Вот здесь выражение желания потрудиться, достичь что-то и быть полезными. на переднем крае развития авиации не просто статусное заявление, а быть на переднем крае развития авиации, чтобы приносить пользу в общем-то и быть первопроходцами через посредством инновационных каких-то решений. Ну вот фонд поддержки малопредпринимательства, Counterpart Business Fund, я не знаю, существует ли эта компания или нет, но в свое время сформулированная миссия этого фонда была так. Быть флагманом микрофинансирования на Дальнем Востоке России. Вот что интересно, быть флагманом, то есть достичь определенного влияния уровня. Чем они занимаются? Микрофинансированием. Где они занимаются? На Дальнем Востоке. Вот их миссия. Очень просто сформулировано. Когда у компании, в организации, в проекте, в бизнес-предприятии, у команды есть мечта, и они знают ради чего, то следующим является не по очередности, а по степени важности. И может быть сложно даже представлять эту модель, что сначала нужно сделать одно, потом сделать второе, потом третье. Они все важные темы работают в совокупности. Третьей составляющей является прояснение ценностей. Понимаете, даже формулировка мечты, формулировка миссии зависит от того, что является в нашей системе координат ценностей. Главные ключевые ценности в лучших компаниях мира направлены на выработку у сотрудников таких качеств, как честность, правдивость, порядочность, доверие и надежность. Вот любая организация, любое предприятие, в которой люди проявляют такие качества, они достигают результат. Вот эффективный лидер, он не только провозглашает эти ценности, давайте будем правдивыми, давайте будем честными, нужно быть надежными. Но он сам первый демонстрирует, является носителем этих ценностей. А вот несоответствие между заявлением и реальностью в жизни, это не что иное, как лицемерие. И очень часто ценности, которые провозглашаются, ну, например, что мы ценим такой вопрос, как пунктуальность, мы заявляем, но при этом не пунктуальны. Через время сами уже не верим в эффективность и качество свое, но точно так отношения и окружающих. Если кто-то заявляет о том, что нашей ценностью является доверие, но при этом теряем к себе доверие или ведем себя так, что мы не доверяем другим, то тогда говорят, ну, это расходится, заявление расходится с теми ценностями. На основе каких ценностей возникает доверие лидерам? Во-первых, люди доверяют лидерам, которые компетентны, которые открыты, честны, заботятся о сотрудниках, надежны в исполнении своих обещаний и обязательств. Они последовательны. И лидер, когда он о чем-либо говорит, что-либо заявляет, люди видят, что он последователен в своих действиях. И тогда создается ощущение того, что мы в действительности являемся теми, кем себя хотим представить. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ